Короткое замыкание или поджог. Дознаватели выясняют причины возгорания автомобиля в центре города. Подробности в материале Александры Литковой. Взял вот это, зажигал и бросил туда. Это же сразу не будет, через час будет встанок, через полчаса будет встанок. Люди же никто не ставят, смотрят, что это будет. На этих кадрах владелец сгоревшего автомобиля рассказывает пожарным и дознавателям, что его железного коня кто-то умышленно поджег. Сам он вместе с супругой в момент возгорания был на работе. Мужчина уверен, машина новая и была полностью в исправном состоянии. Поэтому, по его мнению, это мог быть только поджог. Новую машину, летом купили с салона, обожгли. Это сразу не может. Машина просто так стоит. Ребенок должен был, что будет. И позвонили, что эта машина горит. По словам очевидцев, сначала прозвучал хлопок. Затем заднюю часть машины окутал огонь, который распространялся с днища автомобиля. Ставил аккумулятор, отвернутый спиной. Слышу хлопок. Повернулся, а там по дну уже все горит. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10.46. Пожарные прибыли оперативно. На тушение была задействована одна единица техники. Произвели развертывание и начали тушить с пеной. Пока отключали от аккумулятора, вскрывали машину. За минимальное время все потушили. Хозяева, когда пришли, они сами были не в курсе, что машина с сигнализацией не сработала. Причины возгорания выясняют дознаватели. На соседнем здании установлены камеры видеонаблюдения. И это существенно поможет в проведении следственных действий. Добавлю, за два месяца это уже второй случай возгорания автомобиля в Нарьенмаре.